МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Это суть недели. Сегодня в программе. Исторический закон принят в Польше. И два международных дня, о которых мы сегодня поговорим, это Международный день безопасного интернета и Международный день брачных агентств. На прошлой неделе мы с вами начали разговор о принятии в Польше так называемого антибандеровского закона. Чтобы понять причины его принятия и возможные последствия для европейской политики, нам придется вернуться в 2009 год, который стал переломным для Украины. В начале своей политической биографии Украинская социально-народная партия с трудом проталкивала своих единичных представителей на депутатские места в местных муниципальных органах Западной Украины. В 2003-м украинские социал-националисты прославились уже на всю Европу, организовав шумную акцию под лозунгом «Волын помнит», посвященную 60-летию волынской резни. В 2004-м году название партии было изменено на нынешнее, но, видимо, в косметических целях. Во главе свободы встал родившийся в 1968 году врач Олег Тегнебок. На парламентских выборах 2006-го партия получила уже 0,4% голосов, но в местных выборах получила несколько депутатских мандатов, в том числе 10 в Львовской областной ради, 9 в Львовской городской ради и 4 в Тернопольской городской ради. Лидер партии Олег Тегнебок дважды избирался депутатом Украины. Оба раза проходил в парламент по одномандатным округам Львовщины. В Верховной Раде третьего созыва был членом фракции «Украинского народного руха». В следующем парламенте в 2002-2006 годах он входил во фракцию «Наша Украина». Эта же политическая сила выдвинула Тегнебока кандидатам в народные депутаты. Оба созыва он был членом Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Официальная программа свободы состоит из взрывной смеси ультра-национализма, шовинизма, фашизма и популизма. Размещенный на сайте партии проект Конституции Украины определяет основой общественного устройства страны украинский народ, внимание, как естественную, биологическую категорию, имеющую исключительную ценность. Свобода собирается вернуть Украине статус ядерного государства. Внутри и вокруг партии действует целый ряд откровенно нацистских организаций с ярко выраженным русофобским и антисемитским уклоном. Достаточно сказать, что мозговой центр партии долгое время носил гордое название Институт политических исследований имени Йозефа Геббельса и систематически публиковал переводы на украинский язык труды теоретиков гитлеровского национал-социализма. Есть в партийной структуре и боевая организация. Украинские нации активно используют образы Бандеры и его приспешников для героизации славного боевого прошлого украинской повстанческой армии в годы войны. И символом героизма в их понимании стала Волынь. Так что же на самом деле произошло на Волыне в 1943 году? В 1942 году на территории оккупированной войсками Вермахта Западной Украины нацисты начали массовую депортацию составлявших большинство тогдашнего населения Волынской области поляков, переселяя на их места немцев и украинцев. Все это происходило при вооруженной поддержке войск СС и украинской повстанческой армии. В ответ формирование АК, это подчинявшееся польскому правительству в лондонском изгнании армия Краева, провели ряд карательных акций против украинского населения, вселенного немцами в польские дома. По разным оценкам, поляками было убито до тысячи украинцев. Летом 1943-го украинская повстанческая армия провела жесточайшую этническую чистку на Волыне, уничтожив, по оценкам польских историков, от 60 до 80 тысяч поляков. Сохранились свидетельства очевидцев этих страшных событий, некоторые из них живы до сих пор. Описываемые ими ужасы Волынской резни способны шокировать даже воспитанного брутальным 21 веком нашего современия. Поляков жгли живьем, сгоняли в костелы, закалывали вилами, рубили саблями, живых пилили пилами, привязывая к деревьям и мчавшимся в разные стороны лошадям, разрывали на куски. Младенцев затаптывали конскими копытами или, схватив за ноги, убивали ударом головой о стену. То, что мы сегодня называем украинской повстанческой армией, в те годы называлось так – специальное подразделение «Нахтигаль» и организация «Роланд». Оба этих подразделения входили в состав полка Абвера «Бранденбург-800». Так практически была воплощена в жизнь идея шефа Абвера, адмирала Канариса, о создании украинского легиона. Ответственность за Волынскую резню историки сегодня возлагают на политического руководителя украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Рамки нашей программы, к сожалению, не позволяют в подробностях изложить увлекательнейшую биографию этого изверга. Можно только с уверенностью сказать, что руки у него в крови не по локоть. По разным оценкам, жертвами руководимых Шукевичем Чудович в человеческом обличье стали не менее миллиона населявших тогдашнюю Украину русских, украинцев, поляков, евреев и представителей других национальностей. Сам он скрывался после войны в лесах и был убит в перестрелке с войсками НКВД СССР 5 марта 1950 года. В современной Украине именно Романа Шухевича отнюдь не забыто. В его честь называют улицы, устанавливают барельефы. А 12 октября 2007 года указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко Роману Шухевича было посмертно присвоено почетное звание Герой Украины за выдающийся личный вклад в национально-освободительную борьбу за свободу и независимость Украины и в связи со 100-летней годовщиной со дня рождения и 65-летней годовщины создания украинской повстанческой армии. А совсем вот недавно, можно сказать, в июне 2008 года Национальный банк Украины выпустил монету в 5 гривен в честь Шухевича. На аверсе монеты красуется девиз Организации украинских националистов «Героям слава». Вот такие герои и такая слава. Все послевоенные годы тема волынской резни была в Польше табуирована. Сначала это объяснялось коммунистической цензурой, стыдливо замалчивавшей эту болезненную для обоих народов историю из-за идеологических соображений, поскольку и Украина, и Польша принадлежали к одному социалистическому лагерю. А в этом лагере не принято было обнажать незалеченные военные раны. Потом все польские посткоммунистические правительства всеми доступными способами тормозили гражданские инициативы многочисленных польских общественных организаций, объединявших оставшихся в живых жертв УПА, их родственников и ветеранов армии Краевой. Опасались испортить и без того сложные отношения с Украиной. Сказать, что общественное мнение в Польше было возмущено позицией властей, не пожелавших осудить массовое убийство поляков на Волыне, значит ничего не сказать. Вот одна из типичных реплик на эту тему на одном из польских интернет-форумов. Мир не видел такого преступления. Ни один геноцид в 20 веке не был так жесток. Украинские соседи зарубили топорами 120 тысяч гражданских польских соседей и украли их имущество. Если к этому прибавить еще 150 тысяч евреев, убитых руками украинцев, то нет сегодня украинца, в семье которого не было бы кровавых бандитов. Эти гены в любое время могут вызвать новые преступления. Пока власть в Польше находилась в руках умеренных либеральных сил, правительство воздерживалось от резких шагов, исходя из интересов реал-политик. Но правые националисты из права и справедливости церемониться не стали и объявили войну украинским нацистам. Это может решающим образом изменить ситуацию во всей Европе. Хамоватое польское правительство – это вам не либеральная фрау Меркель? Председатель этой националистической партии Олег Тегнебок сказал, я цитирую, «Хватайте винтовки, чтобы одолеть москалей, немцев, жидов и других недолюдей». Я считаю, что это настоящий скандал. Есть все основания полагать, что Польша перекроет Украине дорогу в Евросоюз и будет осложнять украинцам жизнь, тормозя получение любых благ из рук Брюсселя. Польский антибандеровский закон пришелся, кстати, точно так нам на руку. До этого на нас смотрели в Европе с легким удивлением. Мол, где там русские увидели бандеровцев на Украине? Теперь Евросоюзу придется считаться с мнением Польши, которая запросто начнет арестовывать украинцев, исповедовавшись бандеровскую веру, основываясь на новом историческом законе. Международный день безопасного интернета. О нем мы поговорим с директором по маркетингу компании «ТАТ-Телеком» Александром Михайловичем Смирновым. Скажите, вот для того, чтобы избежать неприятных последствий при пользовании, ну скажем, интернет-банком, различными социальными сетями, вот что должен предпринимать рядовой пользователь, который может быть не очень продвинут с точки зрения техники, ни специалист, ни профессионал, какие-то общие меры безопасности. Вы можете порекомендовать? Первое, что мне бы хотелось, да, на то, что интернет – это сейчас вообще все фактически, да. То есть я смотрел некие статистические выкладки, перед тем, как прийти на вашу программу, да, там, чтобы владеть некими цифрами, да, и посмотрел, что человек сейчас просыпается, и 38% от всех людей, которые, да, имеют доступ в интернет, значит, сразу включают. Первое, что делают, это заходят в интернет. Поэтому, безусловно, человек сейчас из интернета получает практически всю информацию, да. Он многие вещи, которые раньше даже нельзя было представить, что можно делать из дома, сейчас делают через интернет, там, покупает какие-то вещи, даже те же продукты. Общается, да, там, платит за коммунальные услуги. То есть сейчас интернет. И, безусловно, вопрос сохранения персональных неких данных, персональных финансовых данных стоит очень остро. Безусловно, развивается интернет, безусловно, развиваются и средства защиты человека, пользователей, да, от каких-то правных действий. Они самые простые, на самом деле. Сейчас существует достаточно большое количество различных безопасных программ, которых выпускается в России. То есть антивирусные программы. Они же и защищают от проникновения. От фишинга. Да, от некого фишинга. Существуют более профессиональные различные программы, которые уже устанавливаются на аппаратных комплексах провайдеров. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Непрофессиональный вопрос, потому что я непрофессионал. Я пользуюсь услугами некоего провайдера. Неважно, какого. И вот нельзя ли так защитить мой компьютер, чтобы на входе у провайдера стояла вся эта вот броня от проникновения, от хакеров, от фишинга? И я бы уже не беспокоился об антивирусных программах. То есть, скажем так, глобально это существует. Но какие-то детали, все равно каждый пользователь хочет, имеет некий свой профиль, куда он заходит. И сделать это максимально, защитить человека на уровне провайдера, достаточно тяжело. То есть все равно, хотя провайдер принимает некие меры по защите. Индивидуальная защита обязательно нужна. Вот еще один такой вопрос. Многие его задают сейчас. У нас в стране, скажем так, идет, не знаю, как это даже назвать, но можем назвать это даже борьбой с анонимностью в интернете. Каждый вопрос имеет, я бы сказал, наверное, если бы мое мнение, то имеет две стороны. С одной стороны, мы видим, что мы живем в непростое время, когда преступность достаточно сильно, да. В том числе и киберпреступность. И киберпреступность, да, она не уменьшается. Я бы сказал, чем средства пользования интернетом становятся более совершенны, тем киберпреступность вырастает. Ну, это как обычно, соревнования снаряды и брони. Да, соревнования снаряды и брони. Мы знаем, что с помощью интернета, не секрет, организовываются различные преступления, да, различные террористические угрозы. Поэтому, наверное, во времена, когда эти угрозы становятся, имеют очень высокий уровень опасности, государство, безусловно, предпринимает какие-то действия для того, чтобы как можно больше людей идентифицировать и иметь контроль над людьми. Я не вижу здесь каких-то принципиальных вещей. Если ты не занимаешься какими-то противоправными действиями, то здесь есть какие-то личные ограничения свободы. Смотрите, закон о Wi-Fi, да. То есть, примерно, наверное, в районе двух лет вышло постановление правительства, да, о том, что... С регистрацией. ...что любой человек, который в публичной сети Wi-Fi регистрируется, он должен быть идентифицирован. Идентифицирован либо по номеру телефона, либо по электронному адресу, либо каким-то другим способом, да. Но он должен быть идентифицирован. Потому что, ну, придумать какие-то противоправные действия с теми гаджетами, переносными гаджетами, которые есть... Тем более, что мы знаем, эти ушлые террористы, они, конечно, используются. После введения этого в законы я не вижу, что услуга по Wi-Fi стала менее популярна. Или возникли у пользователей какие-то дополнительные трудности использования Wi-Fi. Или кто-то у кого-то ограничили какую-то некую свободу. Поэтому идентификация в современных условиях пользователей интернета, наверное, это, наверное, потребность сегодняшнего дня. Я хочу поблагодарить вас, Александр, за исчерпывающие ответы на мои вопросы. Вот хорошо, что пришел специалист, и некоторые мои сомнения развеял. И пожелать нам всем, и вам, и себе, и, главное, нашим зрителям, безопасного серфинга по волнам мировой паутины. Интернет – это безграничное количество информации, которую мы можем черпать. Интернет – это удобство, удобство пользования платежными системами, удобство различными магазинами пользования. И это безграничная сокровищница, которую, безусловно, нужно охранять. Спасибо, Александр. Спасибо вам. Ну а сейчас реклама. Еще одна дата этой недели – Международный день брачных агентств. А если учесть, что и День Святого Валентина тоже пришелся на эту неделю, сам Бог велел нам побеседовать с Мариной Геннадьевной Яценко. Она расскажет нам обо всех секретах матримониального бизнеса. Вы ощущаете какую-то социальную миссию в своей деятельности? Безусловно. А расскажите. Безусловно. А основная цель у нас – это помочь людям преодолеть одиночество. Вот ваша клиентура – это кто? Молодежь – люди зрелого возраста или люди, ну скажем, пожилого возраста? Конечно, так как мы учреждение молодежной политики, то, конечно, мы ориентируемся все-таки на молодежь. Мы стараемся ориентироваться именно на нее. Но, должна сказать, есть люди, которые благодаря нам обрели семейное счастье, счастливо живут и по сей день, а в данный момент ведут к нам своих родителей престарелых, которые, опять же, по разным причинам одиноки. Остались одни. Да. И дети их ведут и говорят, пожалуйста, теперь помогите нашим родителям, чтобы они дали нам жить спокойно. Например. Марина, скажите, как это происходит, в какой форме? Ну, я далек от мысли, что вы просто знакомите людей и говорите так, Иван, вот это твоя Мария, и давай. Конечно, так, конечно. Какие-то мероприятия, наверное, коллективные, что-то там, вечера, я не знаю, культурный досуг как-то организовывается для них. Мы как раз больше делаем упор на психологической основе одиночества. Вот для того, чтобы человек, когда к нам приходит, с ним работает психолог. То есть человек еще получает психологическую помощь. Обязательно. У нас вообще первая услуга, которую получает человек, если он пришел, обратился к нам, снимаем сначала запрос, понимаем вообще, почему он пришел. Вот он имеет образование, иногда и два образования. Он реализован в работе. У него большой круг знакомых может оказаться. И почему-то ему нужен посредник. Он материальный обеспечен. Да, и почему-то ему нужен посредник. И это первый вопрос, который мы всегда задаем клиенту. А почему тебе нужен посредник? А что ты ждешь от нас? А в чем мы можем помочь? Далеко не каждый может ответить на этот вопрос. Это сформулировать не всегда просто. Да, не всегда. Поэтому у нас первый, кто готов прийти на помощь, это психолог. Затем у нас есть услуга юриста, потому что люди все-таки взрослые, имеют, как я говорю, движимое и недвижимое имущество. Помимо этого у многих есть дети. За плечами либо могут встретиться с партнером, у которого есть наследники. То есть защитить их имущественные интересы в случае брака. Даже не столько защитить, сколько вообще для начала человеку рассказать о его правах, объяснить вообще, что это. Чтобы вот квартирный вопрос, имущественный вообще вопрос не стал яблоком раздора. Чтобы люди вообще понимали, как же можно объединить два любящих сердца и при этом финансовые вопросы цивилизованно порешать. Вот накануне у нас проходила акция для возрастных как раз членов нашей... Какой средний возраст этих вот старших? Сеньоров, как говорят. Те, которые вот старших, мы так называем люди серебряного возраста, да? Это люди 55+, вышедшие на пенсию. 55+. То есть это пенсионеры. Верхнего предела нет. Вот по факту у нас 80 лет не один клиент. То есть это достаточно такой распространенный возраст. Одиноким человек не хочет быть ни в каком возрасте. Поэтому они достаточно активны в поиске, они активны в посещении, потому что мероприятий очень много. Это и выезды на природу, это и киноклубы интеллектуальные. У вас есть помещение свое? Да, у нас есть свое помещение. То есть вам исполком выделил, да? Да, да. Отделение. То есть там можно и фильмы посмотреть? Да, у нас есть оборудование для этого. То есть, например, киноклуб – это такой интеллектуальный вечер, где люди приходят, смотрят художественный фильм. Обмениваются потом впечатлениями. Фильм, понятно, что определенный, задана тематика, и потом они за чашкой чая обсуждают, разговаривают, которая могла бы по-разному развиваться. Это у вас клуб, в который человек может прийти, провести у вас вечер просто, да? Да, да. Ну, кроме тренингов, это такие несколько специальные вещи. То есть провести у вас вечер, посмотреть фильм, выпить чашечку кофе, может быть, там, в хорошей компании, да? Да, да. Нет, это досуг, развивающий досуг. Вопрос в лоб. Да. За 2017 год сколько поженили народу? 21 пара. Пара, да? У нас в последние годы меньше 20 не бывает. Ну, вот с таким каким. А общее количество членов клуба, скажем, какое? Ну, примерно порядок цифры? Порядка 400 человек. А-а-а. Да. Это людей, которые уже создали отношения. Это официальный брак. Да, это людей, которые создали отношения. А ну, есть, наверное, люди вступают уже, допустим, взрослые люди. А мы же не в брачное агентство, вообще у нас нет. Я понимаю, я понимаю. Ну, наверное, интересно смотреть, да, пришли вот разные люди совершенно, познакомились. Конечно, конечно. На следующей вещи пришли вдвоем. Или вообще уже не пришли, вдвоем ушли куда-то. И такое может быть, да. Это люди взрослые. Это уже в цифрах не выразить, это неизвестно. Такую интервенцию в частной жизни делаем. А кого больше, кстати, мужчин или женщин? У нас одинаково абсолютно. Да. Вот все годы, сколько смотрим, одинаковое количество. Но вообще бытует мнение, что женщины в основном ищут мужчин. Женщины больше об этом говорят. А, вот так. Да, это же любимая тема, о которой всегда, везде, в любой компании, в любом месте можно поговорить. Ничего при этом не делаем. Вот, мужчины, они говорят меньше, но более конкретные. Да, они более конкретные. Марина, спасибо вам большое. На сегодня все. Удачи вам. И до следующей субботы.